Телекомпания «Вид» представляет. «Вид» представляет. Телекомпания «Вид» представляет. Телекомпания «Вид» представляет. Телекомпания «Вид» представляет. Телекомпания «Вид» представляет. Ну, в общем, у нас много мелодий, которые иногда оказывают медвежью услугу нашим участникам. Они ошибаются в их угадывании. Я уверен, таких медведей мы сейчас не найдем на нашей площадке. Мы начинаем нашу игру. Светлана, вы участница под номером один. Песни Вячеслава Добрынина. «Кино и музыка. Яблоко от Яблони. Рок-фестиваль». Выбирайте любую категорию. «Кино и музыка». «Кино и музыка». В этой категории есть поблажка для наших участников. Если вы знаете название кинофильма, это уже правильный ответ. Можно не вспоминать строчки из этой мелодии. Нота, в которую бы вы хотели сыграть? Вторая. Нота номер два. Цена? Одна тысяча рублей. Поехали. Элеонора была первой, да? «Старый клен». Совершенно верно. Конечно. Приглашает нас с тобою на прогулку. Из кинофильма «Девчата». Выбирайте дальше, Элеонора. Мы несложно пропустили первую ноту. В категории «Кино и музыка». Вернемся и разгадаем. Вперед. Николай. Еще немного, еще чуть-чуть. Из кинофильма «Освобождение». Совершенно верно. Последний бой, он трудный самый. Прекрасно. Два лидера на площадке, Светлана. Берите пример, Николай, выбирайте. «Кино и музыка» третья. Третья нота в этой категории. Слушаем. Николай. Полковнику никто не пишет. Из кинофильма «Брат 2». Защита! Вы уходите в отрыв, но, смею вас уверить, ваши соперницы постараются вас догнать как можно быстрее. Выбирайте, Николай. Давайте закончим. «Кино и музыка» четвертая нота. Пожалуйста, к вашим услугам. Элеонора! Песню мы уже не помним, я чувствую. Но мы вспомним фильм. Затянулась бурой теной. «Гладь старинного пруда». Да, песенка «Тортилла» из кинофильма «Братина». Защита! «Ах, была как Буратино, я когда-то молода». Прошу, выбирайте, Элеонора. Ой, ну давайте попробуем рок-фестиваль. Рок-фестиваль. Итак, здесь настоящий отечественный рок. И может быть даже рок-н-ролл. Третья нота. Дорого стоит угадывать. Элеонора, да! Моё сердце остановилось. Моё сердце замерло. Группа «Сплинн» есть. Светлана, что-то пока у нас не заладилась игра. Ваши соперники играют, играют очень мощно. Знаете, что вам не хватает? Этого всегда не хватает нашим участникам. Зрительской поддержки и любви. Ну-ка, быстро. Уважаемые зрители, Светлана, это всё в вашу честь. Начинайте играть. Элеонора, ваш выбор. Элеонора, быстрее. Я отдаю дань первой ступени. Мы опять пропустили первую ноту. Рок-фестиваль. Нота номер один. Пожалуйста. Ну, помню, какую очередь отставил, чтобы купить билеты на это кино? Знаете, мне пожрело, потому что кино была бомб. Кинофильм «Асса». Кинофильм, ну, во всяком случае, для моего поколения культовый. А перемен мы ждём перемен в исполнении Виктора Цоя. Не угадали. Итак, дорогие друзья, на этом время первого тура наша программа подходит к концу. Светлана. Да. Главное напутствие будет обращено вам во втором туре. Постараюсь. Не давайте им играть. Играйте сами, потому что вам необходимо зарабатывать очки. Николай и Элеонора, у вас всё прекрасно. Прошу вас зайдите на подиум, уважаемые участники. И до встречи во втором туре нашего шоу. Открываем маленькую тайну только для вас. Эксклюзивная информация. Николай 8 лет назад играл в нашей программе. Играл весьма успешно. Продолжаем наше сегодняшнее шоу. Хочу ещё раз пожелать удачи во втором туре Светлане, поскольку пока у неё игра не складывается. Элеонора, Николай, Светлана. Ваши места, вас ждут. Вы во втором туре. Здесь один из вас по итогам второго тура покинет нашу программу. Светлана, пока, вот если бы сейчас второй тур закончился, это были бы вы. Но у вас есть возможность заработать огромное количество денег, потому что здесь все мелодии стоят не менее полутора тысяч рублей. Элеонора, выбирайте как лидер первого тура. Из репертуара Андрея Миронова белорусские соловьи, сладкие грёзы, поющие вместе. Давайте, наверное, репертуар Миронова. Из репертуара Андрея Миронова. Прекрасная категория, 1500 стартовая. Вперёд! Элеонора. Лизета, Мюзета, Жанетта, Жоржетта. Вся жизнь моя вами, как солнцем или юльским. А если вы ещё это спели? Вау! В следующий раз это сделайте. Засчитано, конечно. Женюсь, женюсь, какие могут быть игрушки? Выбирайте. Там же. Остаёмся в этой категории. Вперёд! Светлана, да, это произошло! Есть! Остров невезения! Остров невезения, конечно, в океане есть! Здесь покрытый зеленью абсолютно весь. Эта мелодия приносит вам удачу. Первые заработанные очки. Отлично так держать. Светлана, выбирайте. Белорусские соловьи. Белорусские соловьи. Песни легендарного коллектива «Песнеры». В этой категории. Слушаем. Николай! Где же моя темноглазая? Где? В Вологде. Где, 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 где? В Вологде, где? Защита! Прекрасно, Николай. Ваш выбор. Продолжим. Белорусские соловьи. Следующее. Да, Николай. По-моему, даже ошибся. Песня такая, как бы... Ну, вопрос. И нужно ей это было? Раз. Два. Вы же хорошо знаете творчество песнеров. Три. «На что бабе огород» так называлась эта песня. Две мелодии вне игры. Светлана, вот посмотрите. Николай поспешил и ошибся. Вы не спешили. Вы нажимали только, когда знали мелодию. Сейчас выберите категорию и начинайте играть. Одного соперника у вас на две мелодии нет. Прошу, выбирайте. Ну, давайте «Поющие вместе». «Поющие вместе». Итак, это коллективы, либо отдельные певцы, которые объединились для записи той или иной песни. Слушаем музыку. Элеонора. Две звезды. Две светлых повестей в своей любви. Да, кстати, я... Как в небе сумасе... Вот, наконец, я услышал ваше пение. Защита! АПЛОДИСМЕНТЫ Элеонора, выбирайте. Давайте Миронова. Давайте из репертуара Андрея Миронова. Следующая мелодия. Элеонора. Вжик-вжик. Нет? Вжик-вжик. Да. Знаете, есть даже такой мультипликационный герой. Вжик-вжик. Но, правда, не из отечественного мультсериала. Вжик-вжик-вжик. Уноси готовенького. Вжик-вжик-вжик. Кто на новенького? Совершенно верно. Защита она. Николай, над вами зажигается свет. Встречаем аплодисментами Николая. Добро пожаловать в игру. Больше не ошибайтесь. Элеонора, выбирайте. Кстати, фехтованием я тоже занимаюсь. Вот недавно полученные. Очень хорошо. Спасибо нашим мастерам. Нанесите очередной точный укол в сердце нашей программы, забрав в нас некоторое количество денег. Выбирайте. Ангард. Следующая Миронова. Мы готовы к защите. Поехали. Светлана. Из кинофильма «Бриллиантовая рука». Сейчас. Вы сейчас ошибетесь. Кинофильм, да, там речь шла о ценностях. О ценностях. Про бриллианты что-то. Сейчас, сейчас, сейчас. Ну где еще они могут быть? Где у нас клады? Либо в гипсе, либо в стуле. Зашито. 12 стульев. 12 стульев. Совершенно верно. Как называется песня? Та-та-та-рам, та-та-ра-та-рам. Раз, два, три. Я не... Но! Забыла. Нет, я не плачу и не рыдаю. Я не буду вас наказывать. На самом деле, наказание придет к вам другим способом. Дело в том, что второй тур на этом заканчивается. И по итогам второго тура, Светлана, к сожалению, вы не можете продолжать борьбу. Но было весело. Весело. Мелодии. Какие-то мелодии вы угадывали. Где-то плавали, что называется. И это вас чуть-чуть подвело. Аплодисменты нашей участнице. Светлана, спасибо огромное. Всего вам доброго, Николай и Леонора. Увидимся в третьем туре. Прошу вас зайти на подиум, уважаемые участники. Все-таки не сладилась со Светлана играть. К сожалению, ничего страшного. Она все равно будет вспоминать нашу программу с теплотой, ловкой и нежностью. Потому что ей здесь было весело. А вам? Надеюсь, уважаемые телезрители, вы также громко и азартно рукоплечите нашим участникам, как и зрители в студии. И Николай и Леонора, прошу вас занимайте ваши игровые места. Вы в полуфинале. Леонора, обязан сообщить вам важную информацию. Возможно, она испортит вам настроение. Николай уже играл в программе «Угадай мелодию». Но это было, правда, 8 лет назад. 8 лет назад, да, лицо знакомое. Игра, кстати, весьма неплохо. Поэтому учтите, что он опытный боец. И с ним, что называется, шутить не стоит. Надо выбирать собственную тактику. Кстати, Леонора, вы лидер по итогам первых двух туров. Вы начинаете торги после моей подсказки. Песня о желании обрести счастье с возлюбленной друга. Вот так. Прошу. Разве это счастье? Николай. Я попробую угадать из шести нот. Из пяти. Ну, пробуйте. Угадывайте. Песня о желании обрести счастье с возлюбленной друга. Пять нот. Случайно не глюкоза. Я буду вместо, вместо твоя невеста. Честно, честно, я йо. Честно, я йо. Йо. Нет. Не зажалей. Ноу. Нет, вы ошиблись. Говорят, что некрасиво, некрасиво, некрасиво. Отбивать девчонок у друзей своих. Алешкина любовь. Старая песня. Счет один ноль в пользу Леоноры. Подсказка номер два. Песня о леденящей любви. Леонора, прошу вас. Ага. Николай. Да. Я все-таки попробую шести нот. Ну, мне ничего не остается ответить, как с пяти. Попробуйте. Попробуйте. Пять нот песни о леденящей любви. Слушаем. А ты такой холодный. Как айсберг в океане. Совершенно верно. Да, 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 да. И все твои дичали под черной водой. Один один. Подсказка номер три. Подсказка номер три. Любимый романс сельского участкового. Николай, прошу. Ну что, начнем с шести. С пяти. С четырех. Ваше решение. Три. Три ноты. Итак, любимый роман сельского участкового. Три ноты. Давайте, раз. Ну, что-то там светлый день какой-то, вот. Нет. Отчего так в России березы шумят? Из сериала «Участок». Первый канал. Сергей Безруков в главной роли. Известнейшая песня. Вместе с Николаем Расторгуевым они ее исполняют. Два-один, кстати. Николай, вы вырываетесь вперед. Песня о больших неудобствах, связанных с отсутствием добротной обуви. Николай, прошу. Ну, начнем с шести. С пяти. Четыре. Ну, ладно, это мой последний шанс сыграть. Три ноты. Итак, песня о больших неудобствах, связанных с отсутствием добротной обуви. Три ноты. Эх, валенки. Валенки, валенки, не подшиты старенький сыршеный. Рыба-два. Подсказка номер пять. Она будет решающей. Песня о недолгом отдыхе вблизи линии фронта. Элеонора, прошу. С четырех. Отгадывай. Угадывайте. Итак, песня о недолгом отдыхе вблизи линии фронта. Четыре ноты. Николай знает. А вот с трех угадали бы, Николай? Угадал бы. Это я сейчас время тяну, Элеонора, чтобы у вас появился шанс вспомнить эту песню. У меня, правда, была другая версия, но как только она прозвучала... В лесу фронта он. Вы угадали. Принимайте поздравления, Николай. Теперь, Николай, вы принимаете поздравления всех зрителей. Играли замечательно. Спасибо огромное. Элеонор, увидимся в суперфинале. Прошу вас зайдить на бодиум. С сотой долей секунды могло не хватить, но все-таки хватило. Элеоноре, чтобы дать правильный ответ, вопрос был сложный. Мы встретимся с ней в финале, и она выиграет, уверен. Через несколько минут наше шоу закончится, но остался невыясненным главный вопрос. Сумеет ли Элеонора Царева стать абсолютной победительницей нашего шоу? Поживем, услышим, пожелаем ей удачи. Элеонор, сейчас будет суперигра. Играли замечательно в первом, втором туре, отыграли прекрасно в третьем туре. Свалить такого серьезного и опытного противника, выдав правильный ответ. Теперь вы одни, и что самое интересное, вы сейчас лукавите, что вам страшно. На самом деле вы ужасно радуетесь. На самом деле как-то бесплатно. Ужасно радуетесь, что вы стали победительницей нашего шоу. Теперь о денежках. 15 577 рублей, это ваш выигрыш, вы его не можете проиграть. А мы можем увеличить его еще на 10 тысяч. Надеюсь, это произойдет. Верю в это. Так же, как верят зрители в вашу победу. И желаю вам удачи. Элеонор Роцарев, фирменалистка нашей программы. Готовы? Сейчас. Напоминаю, секунд всего 30, мелодий 7. Ошибаться нельзя, можно пропускать. Поехали. Надо же, надо же такому случиться. Надо же, надо же так. Было так глупо влюбиться. Совершенно верно. Да, 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 да. Угадана. Дальше. Пропускаем. Пропускаем. Известнейшая песня. Ну что? Эй. А, и «Не валяй, дурак, Америка». Не валяй, дурак, Америка, совершенно верно. Да, да, да. Дальше. Оранжевое солнце, оранжевое лето. Что там такое? Оранжевая мама, оранжевый верблюд. Там все оранжевое. Оранжевая песенка. Засчитана. Да. Дальше. Мастера Маргарита. Совершенно верно. Мастера Маргарита. Дальше. Песня достаточно старая. Сейчас ее очень часто исполняют. Все, что в жизни есть у меня. Все, что в жизни есть у меня, конечно, связано. Связано только с тобой. Отлично. Итак, маленькая статистика. За 16 секунд вы угадали 5 мелодий. У вас запасится еще 14 секунд. То есть по 7 секунд на мелодию. И всего лишь 2 мелодии впереди. Поехали. Мы вам честно сказать хотим. На девчонок мы больше не глядим. Совершенно верно. Группа цветы исполняла эту песню. И седьмая мелодия у вас на все про все. 9 секунд. Поехали. Кнопка, 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 кнопка. Успели нажать, успели нажать. Итак, значит, даю маячки, ряд маячков. Потому что играли очень хорошо. Дело как бы происходит достаточно далеко. Причем, знаете, не вот по горизонту далеко, да? А как-то ввысь далеко. Там за горизонтом. Там за. Хорошо. Она не бью на что бегает. Она не бью на что бегает. Там за облаками. Там за облаками совершенно верно. Само свет. И Леонора Царева выигрывает супер-игру. Ну вот. А как она волновалась? Секунд, секунд. Я проверю ее пульс. Вы знаете, порядка 150 ударов в минуту. Но самое главное, что ее волнения были оправданы, потому что она выиграла супер-игру. Она счастлива. Она радостна теперь. И не терпится сообщить всему миру о своей победе. Она не терпится продемонстрировать вам творчество группы Самоцветы. Там за облаками. До новых встреч. Счастливо. Пока. Счастливо. АПЛОДИСМЕНТЫ В небе колышется дождь молодой. Ветры летят по ромнинам бессонным. Знать бы, что меня ждет за далекой чертой. Там, за горизонтом. Там, за горизонтом. Там, там, тарам. Там, тарам. Шел я к высокому небу не зря. Спал, укрываясь большими снегами. Но зато я узнал, что такое заря. Там, за облаками. Там, за облаками. Там, там, тарам. Там, тарам. Верю, что все неудачи стерпят. Жизнь отдавая друзьям и дорогам. Я знаю любовь, повстречаю тебя. Там, за поворотом. Там, за поворотом. Там, там, тарам. Там, тарам. Там, там, тарам. Там, тарам. Продолжение следует...